Привет, друзья! Пора начинать. Хорошо, что у нас сегодня много. Вы как раз пришли вовремя. В школе сисадмина исполнится год. По этому поводу у нас сегодня будет небольшой тортик в конце лекции. Тортик? Ура! Год! Спасибо. Сегодняшняя лекция будет посвящена ACL и локальным пользователям и группам. На самом деле, честно вам признаюсь, у меня не было времени, чтобы готовиться. Поэтому так это немножко сумбурно будет. Будем импровизировать. Все, остальные вопросы можно здесь? Да, конечно. Чтобы громко слышно было, мы записываем экран. Вопросы можно, да, конечно. Так, поехали. Зачем нам вообще нужны цели? Что такое? У нас же есть обычные права доступа, там, да, RVX, на юзера, группу и всех остальных. Просто для удобства, на самом деле. Потому что наши стандартные права не настолько гибкие, да. Очень часто мы хотим предоставить какой-то группе одни права, другой группе, другие права. Хотим отдельным пользователям предоставлять права, как бы. И, ну, такие довольно интересные конфигурации позволяют нам строить ACL. Вот. Давайте сразу к практике. Да. Акцели есть в любом рынке? Ленис. Да, да. По правилам. Насколько я знаю, сейчас, да. Ну, в ACL в некоторых системах надо включать, на самом деле, да. Надо указывать опцию при монтировании. Вот. Но, как бы, я не сталкивался с таким, чтобы прям не было. Да, цели. То есть поддержка в ядерии. Да, да. Насколько я знаю, да. Так. Смотрите, у нас есть вообще два типа ACL. Так называемый, ну, просто ACL, да, и дефолт ACL. Просто ACL у нас ставится и на файлы. Дефолт ACL у нас ставится и на файлы, и на папки, да. Дефолт ACL ставится у нас только на папки. И задают права, которые будут применяться к файлам, которые создаются в папке. Как бы, вот. Просто если мы поставим обычный ACL на папку, а потом создадим файл, ACL не будет к нему применен. Да, да, надо применить, надо указать дефолт ACL. Вот. Ну, а ACL может быть конфигурирован для пользователя, для группы, как бы, да, как обычно. Две утилиты для работы с ACL, да, и с ACL, да, и с ACL. Вот. Давайте попробуем поиграться чуть-чуть с этим делом. Так. Я тут добавил группу и парочку пользователей. Тест 1, который состоит в группе тест. Видно там? Куртне. Может, по куртне. Тест 2, который тоже в этой же группе состоит. Сделаем какую-то директорию. А, и... Тест 1, почему нет? Ну... Тест 1, ты сграл. Паркув. Паркув. так смотрите я создал директорию play который мы сейчас немножко поиграемся owner у нас root группа тест грамм до в которую насходит как раз два тестовых чувака вот и право сделать 70 то есть owner и группа могут писать читать и делать экзекьют больше никто ничего не может никто ничего не может делать смотрите когда мы не используем и цель права у нас выглядит вот таким вот образом да это директория значит здесь даже права на этот фолдер и в конце просто . то есть она показывает что у нас ну обычный совершенно обычный право когда мы начинаем задавать а цель смотрите ну давайте даст тестовый файлик создадим ой типа тест перейдем по других пользователей и посмотрим что они имеют доступ с 1 а ну правильно я создал сначала директорию да потом файлик соответственно дима но повторяем просто эти команды рекурсивно да чтоб они на этот файлик тоже распространить не лениво писать второй раз так делаемся тестом один ну записалась нормально тестом 2 пожалуйста с 1 тест 2 ну оба оба пользователя могут писать теперь такая ситуация вот у нас два пользователя в нашей группе состоят а мы хотим дать доступ к этому файлу кому-то другому пользователю самый простой вариант что добавить его в эту группу но если мы добавим в эту группу у нас он получит доступа просто ко всем файлам который умеет эта группа но тут слишком большие права здесь нам на помощь как раз приходит а цель на самом деле с помощью цели мы задаем просто права именно одному пользователю именно на этот файлик довольно удобно с этого цель минус r рекурсивно все понятно минус м то есть мы модифицируем а вы мы добавляем а давайте посмотрим сначала как это выглядит без вообще без целя вот так вот мы смотрите мы видим файл овна root группа и стандартные права то что мы видим то же самое что мы видим здесь да когда смотрим вот и детка цель нам показывает то же самое совершенно вот сейчас мы сделаем права на чтение и на запись этому новому пользователю а только надо его завести сначала с 3 с этого цель минус r м а дальше мы указываем кому мы группе будем предоставлять права или юзеру мы говорим юзер дальше кто с 3 и какие права рвк куда на play посмотрим что у нас получилось смотрите вот так вывод лс минус цель поменялся а у нас вместо точки теперь плюсик все это указывает на то что у нас появились дополнительные права когда дополнительные атрибуты вот вот посмотреть что у нас там получилось где по цель то 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 есть то есть то есть здесь то есть то есть то есть то есть то есть то есть и у нас появилась дополнительная строчка маска маска указывает на то какие могут быть у нас максимальные права предоставлены то есть у нас сейчас максимальные права и рвейс куда мы можем маску сделать меньше соответственно максимальные права ну как надо как маска по сети примерно примерно так же можно себе представлять не можно уже попробовать переключиться на этого пользователя прям вот мы вначале только не попробовали можно него отнять права только ридонли сделать перейти с того пользователя тест 3 вот он говорит ты мыши на и потому что моя права отнял специально чтобы показать да что мы с помощью с этого цел задаем права расширенные добавляем букву рай повторяем то же самое пожалуйста все получилось да да это хорошее замечание да приоритет а целей выше чем не группы в смысле она выше чем обычные права да 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 по идее да ну давайте протестируем я не игрался честно скажу вообще да так с этого целый минус р минус м давайте тест 2 например да сделаем придон ли а суд с 2 до перемешанной хотя он уходит в эту группу да это хорошее замечание забыл про это сказать да получается у нас группа как бы рвк юзер рвк но при этом а цель ну вообще в принципе запрещение же выше стоит чем разрешение это не не очень такой но но в принципе да 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 в принципе вообще в принципе права цели как сказать приоритетнее чем до права обычные файлы системы так но при этом если мы сейчас создадим какой-то файл в этой директории с 2 текст и попробуем посмотреть он к нему не применил права цели мы получили права которые были у нас с обычной системы чтобы это происходило чтобы файлам применялись права которые применены каталогу мы должны задать дефолтовые права делается это очень просто просто здесь у нас указывается еще в начале буковка d то есть дефолт и гетка цель теперь нам покажет чью другую картину вот у нас появились дефолтовые права если мы создадим тест 3 тест 2 кстати не поменялся а вот с 3 а с 3 тоже не поменялся тест 3 см групп маска а за эффектив так что то мы тут напутали а потому что потому что потому что дефолтовые права я задал на какого-то одного пользователя да на тест 2 а ну вот оно применилось тест 2 то есть тест для пользователя тест 2 на файл тест 2 текст у нас для пользователя тест 2 ничего нету когда мы применили дефолтовые права Для пользователя тест 2 у нас права уже, ну в смысле для нового файла, да, права ACL применились такие же, которые в папке применяются. И здесь вот показано, смотрите, как раз эта ситуация, когда у нас маска меньше, чем права, которые мы назначаем. Мы маской как бы наши права обрезаем. Дополнительно появилась эффективная, да, что, то есть он execute не может делать. Группа тоже самое. Так. Мы что-то хотели еще попробовать. Нет, что мы хотели попробовать? А, мы попробовали. Дефолтовый я рассказал. А, то, что ACL применяется, да, выше, чем эти, да. Ну, наверное, тогда все, что я хотел рассказать про ACL сегодня. Да. Где в жизни это применять можно? Где угодно. Когда... Ну, по конкретному. Ну, вот прям пример из моей жизни, когда я постоянно применяю, да, у нас есть гид-сервер. Вот. Очень просто, да. У нас целая куча людей, которые, целая куча групп, да, которые получают доступ как раз к своим репозиториям, просто так же к get-fcl и set-fcl делаю. И определенным группам очень удобно рулить в этом плане. Когда на сервере как бы большое количество пользователей, да, и вот этот механизм как раз он нам позволяет всем этим делом управлять. Очень удобно. А когда еще группы берутся из олдапа, да, и мы все это в олдапе как бы делаем, это вообще замечательно. Как бы, когда мало пользователей, конечно, это, ну, не особо актуально, как бы, да, ну, прям для дома там или каких-то таких маленьких организаций, как бы. А когда вот именно большие объемы, когда вот именно такие более интересные конфигурации появляются, да, в плане доступа как-то, да. Так, вторая тема, мы просто про пользователей. Поговорим про создание и модификацию. На самом деле, это, ну, как, довольно такая распространенная тема, но там есть несколько интересных штучек, про которые я как раз, ну, сейчас вам расскажу. В пользователи добавляются очень просто, юзер ADD. Кстати, в Дебиане, Олег нам обычно рассказывает про Дебиан, вот первый раз, я процент, а Олег как бы комментирует про Дебиан. Ты нам прокомментируешь про юзер ADD в Дебиане, как себя ведет? Он спрашивает что-нибудь или нет при создании? Или они везде поменяли? Просто, насколько я помню, в Ubuntu, вот раньше, да, там юзер ADD и ADD юзер, они отличались тем, что одна из них спрашивала, там, пароль, в домашнюю директорию, там, а? ADD юзер, она интерактивна. Вот, ADD юзер, да. Здесь, нифига. Видите, она, в центре она ничего не спрашивает, и, то есть, надо все создавать, ну, задавать руками. Вот. И, по-моему, она вообще, это, сиблинг просто на юзер ADD, если я не ошибаюсь. Вот. Смотрите. А в Дебиане спрашивает. Спрашивает в Дебиане? Ну, по крайней мере, в седьмой версии, да, пароль, по крайней мере, точно спрашивает. Прикольно. Пароль задать очень просто по СВД. New password. Кстати, аксесс-листы по умолчанию в Дебиане надо ставить. Ну, пакет так называется, АЦЛ. А, его нету в Дебиане, да? Ну, у меня есть. Изначально его нет, если не устанавливать. Не устанавливал. Ну, мне пришлось устанавливать только что. А что, какой Дебиан? Седьмой. Потому что седьмой. Седьмой. Ну, может, разная изначально установка была с разным количеством набора программ. Бывает, минимальный, базовый, если как-то так. Ну, да. Бывает, что еще в вебстабе надо прописывать. Ремонтирование, опцию, указывать, что типа используя ЦЛ. Хотя в седьмом центре, вот, АЦЛ используется по умолчанию. Вот. И в вебстабе там ничего не прописано. И нам надо, наоборот, прописывать, чтобы нам отключить АЦЛ. Типа пишут там нового цель. Типа пишут. Вот. Так. Про пользователей. Так. ПСВД. Задаем пароль. Все просто. Ну, тут он ругается, что типа слишком короткий, слишком... Ну, я такой же пароль, ТЕС-4 задал. Вот. Слишком простой, слишком короткий. Основные файлики по управлению пользователями. ПСВД. Где мы смотрим... Что мы смотрим? Вот, например, ТЕС-4 пользователей. Это указывается, что у него здесь не хранится пароль. Да? Насколько я помню, ИКС. Олег, прокомментируешь? Правильно я помню, что ИКС? Ну, оказывается, в каких-то первоначальных версиях ЦЕНТОСа... О, не ЦЕНТОСа, а вообще ЮНИКСа, да? А пароль хранился в виде Центра ПСВД. Ну, видимо, да. А КИКС, по-моему, не задан, да? Нет. Для ТЕС-4 как раз он задан. Но он говорит, что он не здесь хранится. А, ну, с ШАДОМ. Да, да. ШАДОМ. Дальше идет... Как его? УИД. Как они правильно называются-то? ЮИД. Идентификатор пользователя, идентификатор группы. Ну, да, ЮИД. Вот, потом ЮИД и ЕГИД, да. Потому что по умолчанию у нас при создании пользователя создается группа. Да, как его... Ну, по имени пользователя. Вот. А дальше у нас идет... Ничего не идет. Домашняя директория. ХОМ-ТЕС-4. Там там комментарии. А, наверное, комментарии, да. А, вот здесь комментарии, да. САСЛАУДД. И идет командный интерпретатор, который запускается по умолчанию при входе пользователя. Все это дело можно менять и указывать при создании пользователя. Например, адд юзер 5. И мы можем указать ему... По-моему, так пишется. ХОМ. САСЛАУДД. САСЛАУДД. И когда мы сейчас посмотрим... Специально, чтобы всех запутать, да, домашняя директория указалась. Вот. То же самое с шеллом через буковку S. Мы можем указать для пользователя 6. ФОМ. Тогда уже 7 будет, да. САСЛАУДД и минус S бин шелл просто, да. Также мы это видим. И цепь рпсвд. Бин шелл. Мы можем указать с бин на логин. То есть это указывает то, что у нас этот пользователь не может и интерактивно входить в систему. То есть на него не будет запускаться, да, просто это. Там, по-моему, даже логируется попытка входа, типа невалидная. Ну, можно посмотреть. Ну да, для повышения секьюрности. Так. У нас еще есть файлик и цитера Shadow, да, как Олег сказал. Как он там? Shadow. Вот здесь хранятся хэши паролей. Хэши. Ну, хэши, да? Ну да, собственно, первая циферка, это, по-моему, соответствует типу алгоритма хэширования. Там их несколько. Потом соль идет, по-моему. Или нет, или не идет. Или сразу же хэш идет. Или сначала соль, а потом хэш. А, нет, по-моему, нет. Нет, вот там есть еще один бакс, который еще вначале алгоритм, потом небольшая соль. А, бакс от разделения. Да, да, да. И дальше уже хэш. Да. Вопросы можно? Да. Там есть ифи. Пасуды. И пасуды. Как пасуды, что? Там ифис. Ифис. Да. Это что это за хэш. Они одинаковые? Да, одинаковые. А, less, not, если. А, подожди, сейчас. То же самое. А, ну, это, видимо, предыдущая версия. Если по времени посмотреть, то они по размеру отличаются? Да, отличаются. То есть это предыдущая версия, если накосячили, наверное, чтобы можно было вернуть файл в нормальном состоянии. Ну, типа бакап. А, ну, вот, кстати, да, смотрите, вон, по свд минус у нас тест 5 только юзер, да, а по свд просто у нас уже тест 6 появился пользователь. Нормально. Интересно, да. Я тоже не знал. Так. День прошел не зря. День прошел не зря, да. Так, хватит болтать, больше хардкора. Ну, понятно, да, что при создании пользователя все это дело можно указывать. Все это дело можно модифицировать, если у нас уже созданный пользователь, да. У нас есть такая программка, как UserMod, по-моему, да, называется? UserMod. Да. UserMod. Ну, ему там, да, какие-то надо параметры. Судя по всему, такие же, я думаю, что минус S какой-нибудь. BinBash. Да. T6. Да, BinBash. Все поменялось. Дальше про пользователи. Что у нас еще есть интересного? У нас есть... А, смотри, у меня есть расшифровка, что значит буковка S. Я нашел шпаргалку внезапно. Ну, да, это значит, что у него до десетера shadow. Модификация пользователей. Управлять доступом сюда пользователям пользователей. Файлик SudoEars. Да. Мы можем править руками этот файлик SudoEars, но это не рекомендуется. Видите, он даже здесь говорит, что этот файлик масс-бедит SudoEars команда, потому что она там, что-то там. Ну, на карьере, еще синтаксис. Синтаксис и всякие штуки, но на самом деле ручной нормально. Тоже можно. Вот. Все работает. Что здесь интересного есть? У нас есть интересные штуки, мы можем довольно гибко тоже это управлять нашим доступом, мы можем сказать не просто вот как root, а all, 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 типа все и везде. То есть, одному пользователю у нас все доступно везде. Дальше мы можем указать группе, группа VIL, там она все будет. То же самое без пароля. Давай-ка полностью рутовый доступ, без запроса пароля, зашибись, все работает. Ну, это какой-то вариант для FreeBSD, там группа VIL использует. Да? Ну, это, да, группа, в которой в том числе root выходит. Ну, в общем. Название я не знаю откуда, потому что VIL, по-моему, это колесо, если я не ошибаюсь. Колесо. Так. Дальше. Дальше мы можем в удоверсах указывать более такие гибкие параметры, что там в разрешении. Да? Здесь, смотрите, мы пользователям разрешаем монтировать и mount-a-mount CD-ROM, да, как из-под рта. All это на всех машинах. То есть мы можем создать один такой универсальный файл sudoers и использовать его на разных компьютерах с разными hostname'ами. И можем прописывать конкретные hostname'ы или группы hostname'ов, на которых можно исполнять вот эти команды. Да, и здесь мы указываем, что мы можем монтировать не просто все подряд, да, не просто команду mount вызывать из-под рта, а можем монтать CD-ROM. Да, и mount-a-mount тоже CD-ROM, ну, более так гибкая. Что еще рассказать? Можем задавать… Да. Еще команда аналогичная v-sudo и есть команда v-sudo для редактирования псvd-файлов. Как? Так? Так же, как v-sudo. v-i. v-p-v. Собственно, я там увидел еще v-i-gr. Ну, то есть добавление в группу, да, вот как здесь у нас? Мы можем ручками прописывать. Да, можно ручками, а вот эта штука, она просто у нас тут горячих каких-то плюсиков. А можно вопрос? Да. Ну, вот там, хорошо, я думаю, мы увидели на 2-ю посуды, потому что там никак ничего вообще не сделано. Не видим на любом статусе и посмотрим. Ну, типа по правам? Да. Скажи права на группу. Не, ну почему, есть права. Не, он решал. То есть там дом для него, где он делает, где он сам его купил? Хорошая акция. Кто-то же его знает. Ну, наверное, система сделана так, что его можно посмотреть. А мы можем сделать такой файли, который мы сформировали? Ну, да, мы наложим еще в флаги файлов системы. Смотри, нет, мне кажется, здесь как раз используются вот эти вот SetGit и SetUit. Там есть такие штуки, которые мы как-то рассказывали на предыдущих лекциях. Вот. Но я точно не скажу, кстати, про Шадов. Нет, здесь видишь, нет никаких прав. Да. Так это не на файлик у тебя, потому что права-то. На что? На вызов на камерката. Что ты вызываешь, когда команда, у тебя права даются на чтение вот этих вот файлов. Нет? Нет. Слишком заморочено. Ну, окей, надо будет разобраться. Да, надо подумать. Тоже хороший образ. Так нет, он, видите? А, Shadow. Так даже рут уже нету, да? Он как owner, получается, а ему нет прав на чтение. А, обычному пользователю нельзя. Народ может. Так. Мы можем задавать пользователю, например, время истечения пользовательской учетки, да? Xperia Data, Xperia Date. Тоже через UserMod. Ну, допустим, мы какую-то временную делаем, там, тестовую, там, да, что-то потестить. Можно, почему нет. Указывается в формате год, потом месяц, день. Какой там, 05-й месяц? А, завтра что-то. А, вот, можно поиграться. Интересно. Ну, по идее, у нас доступа не будет под ним. Мы не сможем залогиниться. Не получилось. Не, может, на вчера поставил Xperia, да? Олег, добавь что-нибудь. Что, про группы расскажи? Создает, когда добавить пользователю в группу. А, да, пользователю группу создавать, ну, как обычно, GrowPDD, как и UserDDD. Пользователю мы можем несколькими способами добавлять, на самом деле, в группы. Как обычно, можно руками указать. Можно, например, через UserMod указывать. Можно указывать при создании пользоваться. в принципе, то же самое. UserMod, минус G, New, Grow, и какого-нибудь, кто там, у нас Test3. Теперь ID Test3. Он находится в группе New Grow. Добавили. Так, за группу что еще за группу рассказать? Задавать permission на группу мы можем... Ну, сонарт на чехол, да? Или как он правильно? Чехол. Можно указать через двоеточие. Тут. Здесь мы указываем пользователя, да, и группу. Если мы хотим указать просто группу, то мы указываем просто двоеточие. И пишем... А, ну давайте... Так. Посмотрим. Просто Test3.ru. Если указываем... Хотим указать просто группу какую-то, да, дать ей прав. Двоеточие. New. Ну, имя группы задаем через двоеточие. Групп менялась. Вот. Удаление групп. Все стандартно. Dell. Dell. Нет. Ну, групп Dell. Здесь остался ее идентификатор. Удаление пользователя User Dell. Стандартно. Удаление пользователя User Dell. Ну, при этом у нас его домашняя директория осталась. Да, если мы так его удаляем. А если мы хотим полностью удалить пользователя, ну, со всеми файлами и домашней директорией, у нас еще и дополнительный флаг есть remove. Давайте второго, например. Ну, он удаляет полностью, да, и домашнюю директорию стирает, и все файлы пользуются. А он удаляет все файлы, которые ему принадлежат? Нет. Домашнюю директорию. Ну, это было бы странно, если бы... Да, я сначала сказал, потом подумал, что все файлы пользователя... Так, что еще интересного рассказать? Ну, на самом деле, можно еще раз рассказать про специальные атрибуты. Да, как раз вот вы не были в тот раз, когда я рассказывал. У нас есть дополнительные атрибуты. Например, смотрите, очень бывают интересные такие штуки, и говорят, что там вроде как эти доморощенные хакеры любят такие штуки делать, когда ставятся дополнительные атрибуты на файл. У меня, например, чтобы он был только редонли. Вот. И обычными ls, да, и даже getfl, она не показывает нам, что на нем дополнительные атрибуты. Ну, можно не увидеть. Хотя, оно показывает. Сейчас. Вот. Должно, по крайней мере. Где там у нас play. Мы можем указывать в самые распространенные. это атрибут i, так называемый immutable, да, ну, неизменяемый файл, да. И можем указывать в файл атрибут a. То есть, я не так переводится. Ну, то есть, мы файл можем только добавлять. Вот. Наверное, append, скорее всего, да. Тест 4. Дополнительные атрибуты задаются вот такой вот утилиткой. Chatter. Chatter плюс i. А, давайте посмотрим. ls минус l. А, ну, нам, мы здесь видим сейчас, да, что у нас acl примененный, как и примененный. Chatter плюс i. Test 4. Мы ничего не видим. Ну, у нас ничего не поменялось. Да, ну, по обычным ls мы не видим, да, что у нас файлик, там, что-то с ним такое произошло. Чтобы увидеть дополнительные атрибуты, у нас есть специальная утилитка lsatter. Вот. Мы видим, да, что у нас i. То есть, даже под root, даже при том, что мы test 4, можно попробовать написать туда что-то. Какие еще плаги есть? Какие еще плаги есть? А оставится когда, когда мы хотим дописывать файл. Но чтобы мы больше ничего с ним не могли сделать. Не могли удалять ничего, да. Конец просто. Да, да, конец. Дописываем только. Например, это может быть применимо, да. Почему это я вам рассказываю? Ну, а, не знаю, не применял в жизни, да. И muteable очень удобно, когда мы не хотим просто портить какие-то основные разрешения на файл, но при этом мы хотим его временно, чтобы ничего с ним не происходило. Если правим какой-то конфиг, который, ну, например, папе там, да, приходит и правится конфиг. Я его замьютил, ну, поправил, быстренько замьютил и все, он у меня не изменен. Вот. Очень удобно. Потом этот атрибут снял, как бы все зашибись. Вот. И не трогай бы основные атрибуты какие-то файлов. Снять атрибут очень просто. Вот. Вот. Минусом. Все пишется. A. 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 А. Вот такое вот оно перезаписывает то, что у нас в файле. А так как нам нельзя перезаписывать, у нас not-permitted. Добавление, пожалуйста, сколько угодно. Так, visudo сказали про permission. Ну, на самом деле, это вот все, что я хотел сегодня рассказать. Может быть? А? Давайте пароли. В смысле пароли тогда? В смысле? Как-то забыли пароли. А, ну это надо грузануться просто либо в этом, в режиме восстановления, либо с диска. И все, потом поправить файлики в SVD. А, если ставим на лоб, то сделаем, да? А труда, ну, хорошо, делаем на сельский скальпы. Так. Рут может, можно попробовать, но мне кажется, Рут, даже если мы ему запретим, как бы, но мы можем сами поменять. Ну, давайте попробуем, это интересно, да. Ну, да, 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 наверняка можно. Так. Давайте новый файл. Test5. Text. Set5. 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 User. Root. Ничего. А, минус М, конечно. Все. Минус m. Что-то мы забыли. Или он хочет все-таки перемешать. Узер root. Ничего. Давайте я вторую. Ну, все равно он удалось. Ну, похоже, что круглую. Что? А, Овна, чтобы юзер. Окей. Кто у нас в тест-1, наверное, остался. Так, тест-1, тест-1. И getHCR. Вот. Окей. 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 Не получилось. Самому себе запретить. Нет. А, подожди, а почему у нас тест-5? Так, давайте еще раз. Чувак. Чувак. Да. Или мы нет. А, блин. Sorry. тест-1. Тест-2. Гет-3. Нет, не работает. не работает. Не работает. не получилось да но если вы не хотите даже с рутур отдавать на доступ к изменению файли и виду был поставить флаг и все ну вот дополнительными атрибутами точнее ну не знаю может быть как-то можно это сделать мне кажется несколько противоречит идеологии что запретить что-то это ну да ну просто ради интереса как-то академический интерес не работать под рутом другим пользователям не получится через суда есть не везде есть су минус цель имя пользователя минус цель команда все можно от любого пользования соответственно понятно что если он не будет пара с другим пользователям спрашиваю если есть пара с другим пользователям нет он по-моему тоже не будет пара с другим пользователям они работают Есть, как и сам файл суда этого не позволяешь, но есть, во-первых, мы можем смонтировать папочку, что, допустим, по NFS один вариант, другой вариант есть. По-моему, суда поддерживает UDAF. То есть можно в данном экране UDAF и суда будем как-то удобрать. То есть варианты есть. Ну ладно, тогда я запись заканчиваю. Олег, может, что-нибудь расскажешь? Нет. Дополнения нет. Дополнения нет. Окей.